Всем привет! Вы на канале Удивительный мир игрушек. Сегодня на обзор у меня шлем виртуальной реальности Oculus Rift S. Немного нестандартный обзор для моего канала, но в некотором смысле его тоже можно назвать игрушкой, только дорогой. Коробка весит 2,6 кг, имеется пластиковая ручка и сама коробка находится в таком вот бумажном слипе. Сзади у нас описание, картинки из VR, игр различных. Давайте откроем и посмотрим, что у нас внутри. Так, где она открывается? Открывается она у нас, где ручка? Приподнять и открыть. Что же у нас внутри? Внутри у нас сам шлем, два контроллера и коробка с описанием, там, наверное, инструкции батарейки. Давайте посмотрим поближе. Вот все, что находится в коробке. Начнем, давайте, с маленькой коробочки. Здесь у нас две батарейки. Обычные пальчиковые. Это у нас для контроллеров. Также инструкция. Инструкция у нас такая толстенькая книжечка. К сожалению, в ней нет русского языка. Есть много разных языков, но на русском, к сожалению, описания нет. Также в этой коробке у нас лежит переходник DisplayPort на маленький DisplayPort. Это подходит для ноутбуков. То есть, если у кого мощный хороший ноутбук, может пригодиться. Так, давайте перейдем к самому шлему. Сразу видно, что изголовье сделано так же, как и у PlayStation VR. Здесь у нас регулировка идет через шайбу, которая сзади находится. Некоторым это не нравится, но в целом, в принципе, очень удобно. Ремешок сверху достаточно поддерживает и равномерно распределяет вес шлема. Шлем оснащен у нас Oculus Insight. Это у нас пять камер. Две передние по бокам имеется. И одна верхняя. Они отвечают за трекинг. Динамики. Динамики у нас встроенные. Встроенные по бокам. Вот здесь в зоне, где у нас, по идее, должны быть наушники. Динамики, конечно, сами не очень хорошего такого звучания. Но для обычных игр, в принципе, подойдет. Но для тех, кому надо звук получше, есть порт для подключения наушников. Что, в принципе, удобно. Единственное, сам шлем выполнен так немножечко из самой сголовья громоздко. И если вы используете наушники закрытого типа, большие, они не будут плотно прилегать к уху. Поэтому лучше использовать либо открытого типа, небольшие такие, либо которые не с большими такими ушами. Так, что у нас еще? Если сравнивать Oculus Rift S с первой версией, то новый, конечно, выигрывает. В первую очередь, это реалистичная картинка. Увеличено разрешение 1440 на 1280 пикселей. И частота обновления понижена с 90 до 80 Гц. Что очень придает реалистичность самой картинки. Кабель, если вы заметили, такой достаточно большой моток, прям конкретный. Потому что его 5 метров. Подключается виртуальный шлем через дисплейпорт. И второй, это у нас USB. Это у нас питание. USB рекомендует использовать не меньше, чем 3.0, чтобы не столкнуться с нехваткой питания или постоянной проверкой оборудования, проверкой питания. Итак, перед тем, как вообще покупать данный шлем, рекомендуется проверить наличие дисплейпорта у вашей видеокарты. И вообще, сама видеокарта должна быть там не ниже 1050 Ti какая-нибудь. Ну и соответствовать техническим характеристикам данного шлема. Иначе просто не запустится. Это что касаемо шлема. Переходим непосредственно к самим контроллерам. Поначалу их достаточно можно легко перепутать. Вот я сейчас взял их просто неправильно. Левые и правые, они прям идентичны. Но здесь, мне кажется, после первых игр сразу будет понятно. Потому что здесь нужны кнопки. Здесь прям берете, уже понимаете, что неправильно взялись. Здесь у нас есть несколько кнопок. Это у нас для указательного пальца, для следующего. И две просто держалки. Их надо постоянно держать. Здесь дается такой небольшой шнурочек. Он такой хлюпкий небольшой. А есть, продаются специальные держатели, такие силиконовые. Очень удобные. Их, чтобы можно было отпускать в игре эти контроллеры. Внешне достаточно так аккуратно все сделано, добротно. Есть сам непосредственно джойстик. В зависимости в какую игру вы играете. И что для этого требуется. Немножко пластик такой марки. То есть достаточно легко пачкается. Можно брать, можно ставить контроллеры вот так вот. Либо есть даже специальные подставки для них, чтобы висели. Ну, в общем, такой вот небольшой обзор по шлему виртуальной реальности Oculus Rift S. Достаточно хорошая моделька. Особенно по цене и качеству на рынке. Конечно, он проигрывает другим более крутым моделям. Но по цене и качеству я считаю, что он один из лучших. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.